Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. Совсем скоро в общий доступ выйдет очередной конверт отечественной карты, а именно проекта Максимовка из FS17. В свое время эту карту создал GELIC666, но конверт в FS22 выполнил игрок с очень добрым, замечательным ником MishkaGami. Для него это абсолютно первый опыт конвертов, поэтому попытаемся оценить этот конверт с двух позиций. С одной стороны, понимаем, что все-таки это карта из FS17 адаптированная к 22-й ферме, с другой стороны, что мододел, который выполнял этот конверт, для него это все-таки первый опыт. Разумеется, есть вещи, которые на этой карте несколько бросаются в глаза или на слух, как, например, католический бой колоколов на православном храме в данном случае. Не без этого, к сожалению, но в целом надо отметить, ребят, карта функциональная, хватает здесь всего производства, небольших интересных фишек и даже нестандартных видов продукции. Поэтому сейчас обо всем поговорим, на все посмотрим. Вот так вот выглядит вот эта карта. Поля преимущественно большие, не самые дешевые, но можно все купить и заработать. Есть свой автомобильный пешеходный трафик, как вы могли видеть. Вот так вот дорога, вся эта транспортная система выстроена на карте, в самом ее центре опутывает. Что касается культур, то они стандартные. Вместе с тем есть два дополнительных видов продукции. Именно халву можно производить на карте, а также добывать песочек в карьере и продавать его. Что очень и очень здорово для тех, кому нравятся нестандартные производства. Как видите, ребят, полей не так, чтобы уж много, но покупаем участков навалом, потому что за каждым участком что-то прячется. Какое это производство, которое не отображается пока на карте, либо какой-то лесной участок. Поэтому надо обязательно вам глазками все смотреть, чтобы понять, что вам нужно купить, какой участок. Как видите, стоимость поля абсолютно разная. За миллион, за 900 тысяч. Поля поменьше стоят, в районе 100 небольшим тысяч, в районе 200 тысяч. То есть есть где развернуться, есть что купить для себя, чтобы начать заниматься классическим растением. Вместе с тем, ребят, хватает, как я уже сказал, участков, которые необходимо купить, чтобы заработали производство. Поэтому мы сейчас купим кучу участков, чтобы отобразились на карте триггеры тех самых производств, чтобы мы их не искали. Ну и все, посмотрим, попроскакиваем эти объекты, заглянем. Разумеется, надо понимать, что эти самые производства вы так или иначе могли видеть на разных картах и другие объекты. Например, та самая церковь, на которую я внимание обратил. Этот храм, ну, уже, мягко говоря, не на одной карте использовался в FAC 22-м. Поэтому все мы прекрасно знакомы. Ну и производства также хватает. С разных знакомых вам карт, не только отечественных, но и зарубежных. Да, объектов неоригинальных хватает, но в целом, то, что касается карты, все оригинально расставлено. То есть карта со своим определенным лицом. Поэтому тут уж кому что нравится. Ну, в любом случае, мы сейчас на все, ребят, посмотрим, чтобы вы сами увидели, нужно оно вам или нужно будет. Но для развлекухи, для того, чтобы отвлечься от каких-то топовых проектов, вполне себе. Вот это могу сразу сказать. Итак, давайте уже смотреть эти объекты. В целом, вот смотрите, сколько триггеров стало. Начнем прямо с халвы, с производства халвы. Вот такое вот производственное здание. Пожалуйста, даже вывеска отечественная. Производство халвы. Можно здесь вырабатывать ее, насколько я помню, из подсолнечника. И что там у нас еще требуется? Сахарок. Вот он, весь рецепт халвы. Пожалуйста, если хотите эту сладость производить, вперед из песни. Ну, как видно, адаптирован забугорский мод. Название этого производства написано на английском. Идем дальше. Это у нас объект Сеновал. Но здесь не только объект Сеновал. Рядом находится, ребят, коровник. Да-да. Который изначально не отображался на карте. Все, слава богу, и сейчас не отображается. Хотя, если мы сейчас подойдем к нему, там все триггеры на месте. И покупки животных, и кормежки. Ну, и само собой, сейчас зайдем в силусную яму. Сейчас F1 включу, чтобы было видно, что все в порядке. То есть, можно заполнять. Уровни заполнения будут отображаться. Вот смотрите, уровень заполнения сечки, прессования. То есть, все это отображается. Вот, пожалуйста, открываем ставни этого коровничком. Плюх. Все на месте. Точка кормежки. Дальше, с правой стороны, у нас будет точка покупки животных. Пожалуйста, точка загрузки жидким навозом. Загрузка молока. Все есть. Так, давайте, в конец пробежим этого зала. Вот, пожалуйста. Конечно, атмосферный объект, убитый в хламину. Ну, задача этой карты была в свое время нас покурить именно в то постсоветское наше прошлое без времени. Да, кому-то нравятся современные объекты, современные предприятия. Ну, вот здесь типичный постсовок с разбитыми абсолютно площадками. Вот, пожалуйста, друзья, фермерский магазин, где мы будем покупать сельхоз технику. И рядом с этим магазином у нас находится точка, где мы будем ее ремонтировать. Вот на триггер не получается перескочить. Давайте так, добежим, все рядом. Благо, вот МТЗ возвышается на рампе. Вот, пожалуйста, эстакада и триггер, естественно, функционирующий. Только загоняй и ремонтируйте свою технику. Так, рядом у нас магазин Максимов, которые мы тут уже были. Сзади мы слышим самые католические церкви, на котором я уже говорил. Пожалуйста, точки, где можно покупать семена, известь, удобрения. Удобно очень. Тут у нас теплоэлектроцентрали, хотя по факту это типичная котельная. Все атрибуты котельные здесь есть. Вот они тепловые сети надземной прокладки. Все очень здорово смотрится. Рядом здесь находится наш, друзья, дом, где мы будем спать и пропускать время. Вот он такой, кирпичненький. Все в порядке, новые двери только поставили. Все есть, даже зона барбекю. Пожалуйста, оттягивайся, не хочу. Итак, идем дальше. Производство семян. Вот оно такое. Пожалуйста, привозим удобрения, привозим конкретный какой-то вид зерновых, пшеница, ячмень, овес. И производим себе здесь семена. Если у нас есть, конечно, такое желание. Идем дальше. На это посмотрели. Что у нас тут еще есть? Кафе Две Еды. Знакомое название. Не помню, где я с ним встречался. Ну, точно на карте Молокова, в СС-19. Где-то оно еще тоже было. Ну, можете вспомнить тоже, подсказать, где еще встречалось подобное кафе. Пожалуйста, друзья. Местный молокозавод. Все функционально, все на месте. Все есть, пожалуйста. Если нужно завести себе это производство, то оно готово уже к покупке. Кроме того, у нас здесь пекарня есть. Под названием. Вот сейчас посмотрим. Мечта. Так что можно производить здесь такие слабости, хлебушек. Здание функциональное. Все на месте. Так вот. И, пожалуйста, рядом, конечно же, обшарпанная водонапорная башня. Которая всем прекрасно знакома. Так. Отправляемся в западную часть карты. Вот точка склад. Где можно много чего продавать. В том числе и дерево, пожалуйста. Через вот этот триггер. Так. Тут посмотрели. Ну, теперь опускаемся севернее. Продажа молочной продукции. Вот такая колоритная точка. Одно смущает, конечно же, что это модовое здание. Польское. Но не без этого. Ну, есть свои прикольные моменты в этом месте. А именно объявления. Обязательно пробедитесь глазками. Продаю снотворное Фредди Крюгер. Сыграем в ящик. Ну, изгоняй нечистую силу. И так далее, и так далее, и так далее. Можно поставить в этой доске объявление. И, конечно же, кайфануть. Есть в ней, конечно же, своя прелесть. Ну, это такой райончик, конечно же. Приятненький, разумеется. Еще одна точка продаж, ребята. Фермер, условно говоря, склад, магазин, фермер. Тоже, конечно, модовый объект с использованием. Разумеется, не только, скажем так, отечественного, постсоветского колорита. Встречается и французский, и английский язык в названии предметов. Так, ну, вот еще очередные точки продажи. Всего на свете зерновых. Пожалуйста, досок, древесины, тюков всевозможных. Можно кучу всего здесь продать в этой зоне. Так, это опять же посмотрели. Еще дальше опускаемся. У нас тут на очереди зерновая мельница наша. Вот такая вот. Она здесь выполнена, разумеется, несколько в западноевропейском, американском стиле. Не совсем традиционном для нас объект. Но, тем не менее, все равно общие черты с нашими зерновыми мельницами тоже имеют. Вот этот, особенно, маковка этого здания. Она, конечно же, отсылает нас все равно к своей родине-то. Ну, или к нашим родинам. Публике тоже живет у нас в государство бывшего Советского Союза. Лесопилочка вот такая. В лесу деревья ее хватает. Как видите, ели. Водоемчик такой симпатичный. Опоры лэп. Все весьма-весьма симпатично, ребят. Поэтому, в плане конверта, исполнения конверта, разумеется, все довольно-таки неплохо. Еще вот одна, пожалуйста, точка продажи в городке, в местном. И магазинчик кооперативный, колоритный. И пятиэтажки хрущевки наши замечательные, добрые, любимые. Все, в общем-то, колорита добавляет необходимого. Он тут присутствует в полном объеме и сохранен. Ну, тут уже, опять же, кому что больше нравится. Вот школа, пожалуйста, в поселке Элеватор. Рядом же у нас маслобойка находится. Вот маслобойка, это как раз-таки одно из тех предприятий, на котором висит англоязычная вывеска. Увы, ях, к сожалению. Но, в целом, если вспоминать все мод-карты, которые выходили за последнее время, конверты, именно, в большей части конверты, то там много, где подобные вывески висят, потому что повально используются моды с английским переводом, с английскими вывесками. Вот, пожалуйста, заправка колоритная, Cool Oil. Понятное дело, бренд вы уже встречали на кое-какой карте. Все, в общем-то, симпатичненько расставлено. Да, конечно, на этой карте еще побольше собственных оригинальных объектов, было бы очень здорово. Но, в остальном, сами все прекрасно видите. Есть и рельефность у местности, поля различные формы, куча производственных объектов, поэтому не нужно что-то ставить, уже все необходимое есть, покупайте и работайте. Вот, пожалуйста, зернохранилище ваше собственное, на котором вы будете хранить все свои зерновые, тут же необходимые ангары для техники и гаражей. В общем, вся необходимая инфраструктура, она есть. И надо отдать должное автору конверта. Все рабочее, это самое главное. Ну и колорит, в целом, карта сохранен. Поэтому, в любом случае, получается довольно-таки симпатичный конвертик. И Максимовка, самое главное, сохранена, так или иначе, для серии Farming Simulator, поэтому, когда вам надоест играть где-нибудь на ягодном или на какой-нибудь приватной карте, можно вполне себе отвлечь внимание на этот проект. Вполне себе симпатичная карта получилась, что есть, то есть. Ну, собственно, вот мы долетаем до еще одного объекта. Это, друзья, у нас как раз-таки песчаный карьер. Так что, есть чем отвлекать свое внимание от сельского хозяйства. Хотя карта самая главная и важная, например, для меня, она по большей части сельскохозяйственная. То есть, здесь акцент именно на сельском хозяйстве, хотя можно отвлечься и на лес, и на тот же песок. Поэтому, друзья, ждите обязательно, если вам понравилось то, что вы увидели в обзоре. Совсем-совсем скоро карта выйдет в общий доступ. Такие вот дела. Но у меня на этом все. Будьте обязательно, друзья, здоровы. Берегите себя. Всего самого наилучшего. Вам и вашим семьям. Конечно же, мирного чистого неба над головами. Подписывайтесь на канал Просто Симулятор, как в Ютубе, так и ВКонтакте. Ожидаем Максимовку. Пока-пока.